Парни, привет! На связи Томас из Real Man Real Style. Итак, у вас есть шикарные штаны. Единственная проблема – они не очень хорошо сидят. Возможно, они немного мешковаты и создают неряшливый и неаккуратный образ. Или, возможно, они слишком длинные и внизу слишком много ткани. Не теряйте надежды и подождите их выбрасывать. Сегодня я расскажу вам, как легко ушить ваши штаны дома без швейной машинки. Вам потребуется игла для шитья, нить, которая будет сочетаться с тканью штанов. Булавки, швейные булавки, карандаш или мел, спарыватель, линейка и утюг. Итак, начнем с того, как ушить штаны. Шаг номер один. Отмерьте и закрепите ткань булавками. Первый способ – использовать штаны, которые уже идеально на вас сидят в качестве ориентира. Выверните штаны наизнанку, затем положите вторую пару штанов сверху. Вы можете ушить штаны по внутреннему шву, внешнему или по обоим. Я рекомендую внутренней, так ошибки будут менее заметны. Выровняйте штаны по внешнему шву и паху, затем проведите линию вдоль внутреннего шва. Как только это будет сделано, зафиксируйте ткань булавкой. Если у вас нет подходящей пары штанов, на которые можно ориентироваться, вот другой способ. Выверните штаны наизнанку и наденьте их. Закрепите ткань вдоль внутреннего шва булавками. Убедитесь, что вам не слишком тесно в этих штанах и что вы сможете сесть, не порвав их. Снимите штаны и положите их на плоскую поверхность. Проведите линию вдоль булавок с помощью карандаша или мела. Убедитесь, что все переходы в районе паха плавные, иначе на ткани останутся некрасивые ямочки. Замените обычные булавки на швейные и можете приступать. Шаг второй. Приступаем к делу. Вам потребуется нить вдвое большей длины. Для надежности мы будем жить нитью, сложенной вдвойне. И помните, что лучше отмерять нить с запасом, чем если вам не хватит нити в процессе. Протяните нить через иглу и убедитесь, что концы совпадают. Если вам тоже сложно пройдет нить, поставьте лайк этому видео. Оберните нить вокруг указательного пальца, чтобы получился крестик. Зажмите между указательным и большим пальцами, а затем сдвиньте указательный палец назад. Опустите средний палец, прежде чем потянуть за нить другой рукой. Получается крепкий узел, который трудно развязать. Теперь возьмите вспарыватель и отрежьте 5-7 сантиметров вокруг внутреннего шва. Позднее это позволит прикрыть новый боковой шов и улучшить внешний вид. Начинайте с одного конца брюк по линии карандаша, поочередно пропускайте иглу с одной стороны и возвращайте с другой. Для большей прочности не делайте стежки слишком большими. 2-3 мм – прекрасно. Возможно, вам захочется делать более длинные стежки, но когда ваши штаны разойдутся по швам, вы об этом пожалеете. Продолжайте шить до конца линии, протяните иглу в последний стежок, чтобы образовалась петля, а затем пропустите иглу, чтобы образовался узел. Сделайте это пару раз, чтобы убедиться в надежности. Зашите кромку, чтобы закрыть конец шва. Теперь повторите процесс с другой штаниной. Шаг третий. Погладьте и прижмите. Мы почти закончили. Теперь возьмите утюг и прогладьте новый шов. Убедитесь, что ваш утюг настроен на температуру, подходящую для вашей ткани. Теперь ваши брюки отлично сидят. А теперь поговорим о том, как подшить длинные брюки. Шаг первый. Так же, как когда мы ушивали брюки, вы можете использовать другие брюки и подберем нужные длины. Убедитесь, что ваши брюки вывернуты наизнанку и положите на них вторую пару. Выровняйте папаху и отметьте нижнюю часть карандашом или мелом. Если у вас нет подходящей пары брюк, придется определить длину самостоятельно. Наденьте брюки и закатайте низ до нужной длины. Подворачивайте брюки только когда вы в туфлях. Если вы будете босиком, вы не поймете, какая длина требуется. Закрепите булавкой нижнюю часть складки, снимите брюки и выверните их наизнанку. Используя булавку в качестве направляющей, наметьте линию по ширине брюк, а затем еще одну на 5 сантиметров ниже. Можно использовать распарыватель, чтобы распороть имеющийся шов. Теперь отрежьте вселишнюю ткань ниже этой линии. Возьмите карандаш и проведите еще одну линию на 5 сантиметров выше. Сложите ткань по этой верхней линии. Теперь используйте утек, чтобы прижать нижнюю часть. Чтобы верхний конец подворота не истрепался, нужно сложить его внутрь. Сложите ткань пополам, так чтобы у вас остался подворот 2 сантиметра шириной. Пройдитесь по всей штанине, закрепляя ткань булавками. Шаг 2. Пора шить. Как и ранее, снова продеваем в иглу двойную нить и завязываем узел. Теперь шьем стежками на расстоянии 5 миллиметров от края подворота. Прошейте подворот по всей длине, сохраняя аккуратные стежки. Под конец завяжите узел, затем повторите тоже с другой стороны. Шаг 3. Прогладьте. Когда мы закончим шить, возьмите подворот и еще раз прижмите его утюгом, чтобы убедиться, что он хорошо проглажен. На ваших глазах из чего-то неряшливого мы получили стильный предмет гардероба. То же самое вы можете проделать с любыми штанами, даже с джинсами.